Здравствуйте! Теперь, к примеру, вот такую аппликацию перенести на торт стало ещё проще с помощью крема Shantiflex. Для этого нам понадобится простой скан, который рисунок нужно скачать из интернета, который вам нужен. Ацетатная плёнка или может подойти просто простой файлик. Ацетатную плёнку нужно закрепить сверху на рисунок, хорошо зафиксировать, чтобы он не двигался. И нам нужно подготовить крем Shantiflex. Его нужно разогреть и немного разбавить либо сливками, либо водой. Вот до такой консистенции, чтобы им можно было рисовать. Окрасить крем в нужный цвет. В данном случае я использую гелевый краситель чёрный. И крем для рисования у нас готов. Я его закладываю в кондитерский мешок и ставлю насадку номер один. Здесь уже можно работать кому как удобно. Можно сразу делать контуры, заполнять. Можно сначала обвести все контуры, не иметь никакого такого большого значения. Главное чётко перенести рисунок на ацетатную плёнку. Я обводила сначала контуры, а потом заполняла пустоты кремом. Если что-то ложится неровно, с помощью шпажки можно всё хорошо расправить. Или вытянуть линию, или убрать лишний крем с рисунка. Если попадаются очень тонкие такие детали на рисунке, их можно также делать с помощью крема. Или в принципе потом уже дорисовывать красками, тонкой кисточкой. Это уже тоже надо смотреть, как кому лучше получается. По сравнению с шоколадом, с этим кремом работать намного проще, потому что он не затвердевает до конца. Аппликация остаётся гибкой. Её можно крепить на бок торта и на другие разные изгибы. То есть в этом есть большой плюс. Также такую аппликацию можно сделать заранее и хранить её в холодильнике. Я потом расскажу, как её лучше хранить. Скан этого рисунка я оставлю в разделе «Общество». Кому надо, может себе скачать для работы. После нанесения рисунка, смотрите, оно прекрасно держится на цитатной плёнке. Я смотрю ещё на просвет, где есть пустоты, где-то может быть не заметила. Это хорошо видно. И дополнительно можно ещё всё заполнить кремом. Таким образом рисунок будет качественнее выглядеть. После этого просто оставляем рисунок подсохнуть. Он примерно сохнет так же, как кружево для торта. У меня рисунок пролежал целую ночь. Смотрите, он всё равно остаётся гибким. Хорошо держится цитатной плёнке. Но вот как определить, что он уже готов для переноса на торт? Края уже, если так попробовать отогнуть, крем уже отстаёт от цитатной плёнки. Это значит, что он уже высох, рисунок. Если у вас покрытие торта кремовое, эта аппликация прекрасно приклеится просто к крему. Но если у вас покрытие ганаш или мастика, или какое-нибудь твёрдое покрытие, нужно пройтись по рисунку кондитерским клеем. Промазать все детали на рисунке. Всё. Теперь после этого переносим аппликацию на торт. Это делается тоже очень просто. Прикладываем ацетатную плёнку рисунком к торту, к покрытию. Слегка прижимаем. Нужно посмотреть, чтобы все детали хорошо пристали к торту. И аккуратненько снимаем ацетатную плёнку. Она легко снимается, потому что крем уже подсохший. Он хорошо уже держится, прилип к торту. И ацетатная плёнка легко отстаёт от рисунка. Всё. И у нас получается вот такой классный рисунок на торте. Если вы видите, где-то какие-то детали отстают от торта, можно инструментом или с помощью пальцев ещё прижать немножко. Мелкие детали на рисунке можно ещё дорисовать с помощью тонкой кисточки и красителя. Такая аппликация из крема Шентифлекс. Очень стабильная, к разным температурам. Может стоять при комнатной температуре, может стоять в холодильнике. Абсолютно ничего с ней не происходит. Если вы сделали заранее такую аппликацию, её можно хранить на ацетатной плёнке и просто поместить в файлик, чтобы аппликация оставалась гибкой. В холодильнике можно хранить 5-7 дней. Можно также заморозить. Желаю всем творческих успехов в рисовании, на тортах. Надеюсь, что этот способ пригодится многим. До новых встреч! Скоро увидимся! Продолжение следует...